Привет, друзья! Привет! Видите, на ручке у неё маленький гномик святой, у него нимб над головой. Смотрю я интернет, смотрю я интернет. Мне прислали предложение, чтобы я сделал ликбез о детях, которые всё время сидят в игры играют. И непонятно, чем они там занимаются. Всё время сидят, сидят, сидят в телефонах своих. И поэтому у них там и по своим основным занятиям проблемы, там и родители иногда не слушаются так, как нормально бы слушаться. Ну, замкнулись, да, вот про это, как им помочь. Ну, я готов, конечно, такую ликбез сделать. Ну, там надо, чтобы родители были, которые действительно этим обеспокоены. Вы напишите в комментах, есть такие, много ли таких. И потом, когда мы ликбез объявим, пожалуйста, делитесь в своих группах в интернете. Там лайки ставьте под роликом, комменты пишите, вопросы пишите, чтобы наша школа продвигалась. Потому что мы же занимаемся обучением людей, чтобы каждый человек мог, начиная со школьного возраста, уметь, уметь снимать лишнее напряжение. Вообще, что у детей происходит? У них очень много вопросов накапливается. Напряжение не знают, как снять, и поэтому они и сидят там в этом. Выграто играть, там кнопки нажимать легко, и поэтому таким образом это всё происходит. Залипаешь там, где тебе комфортнее. Вместо того, чтобы эти вопросы какие-то решать, а как они могут их решать, если вокруг такое творится? Ну вот, и родители часто отмахиваются, времени нету. И для родителей это важно, научиться снимать лишнее напряжение. Да, чтобы сказка была Белью, надо, конечно, помните у маленького принца там, у Десента Экзюпери, Экзюпери, маленьком принце, что ответственность лежит за тех, кого ты приручил, и у меня тоже ответственность есть какая-то. Я вот, например, сделал вот этот плейлист, там все новые приёмы. Ну, мало кто смотрит, мало кто смотрит. А потом мне всё время звонят, помогите мне, помогите мне, стресс снять, а там всё есть. Да, а вот мне, товарищ мой, который вот... Есть нормальные люди и там тоже. Он мне говорит, с ними нет, это появились. Не все те, кому нужно, смотрят. Потому что я, естественно, не хочу, чтобы это тоже перекинывалось туда, казачку засланному, который где-то там, непонятно зачем. Понимаете ли, берёт это изобретение же. Это же интеллектуальная собственность, которую я просто даю в подарок вам. Это моя помощь ближнему в наше сложное время. А вот посмотрите, я обещал, ответственность несу за тех, кого, в кавычках, как бы приручил. Поэтому я ему говорю, знаешь, я обещал. Он говорит, слушай, ну не знаю, короче говоря, это твоё дело, я тебя предупредил. Беру-то использую-то не по тому назначению. Нам не хочется, чтобы нас всё время вот так бомбили такой информацией, которая заставляет нас всех ходить и вот это делать. Потому что на самом деле этого, ну этой штучки с этими щипиками, да, в природе не существует, потому что это модель компьютерная. Компьютерная модель, которую якобы там нашли. Ну они на компьютере это сделали. А теперь вот так вот нас всех, видите, чтобы подчинить, чтобы вышибить из нас разум, сердце. Да. А мы не можем себе этого позволить, правильно? Я поэтому вот этот вот, чтобы дополнительно моя интеллектуальная собственность, которую я вам дарую всегда как помощь, чтобы не попало не в те руки. Ну я десять дней подержу. Вы посмотрите, кто ещё не смотрел. Новые приёмы, плейлист. Да. И потом я сниму. Конечно сниму, я же беспокоюсь. Вот так, друзья мои. Да. Ребес объявим. Во вторник. Во вторник объявим. Какого числа он будет, во сколько. Делитесь со всеми. Ставьте лайки сейчас, чтобы больше и больше продвигался в Ютубе такой принцип Ютуба. А то мне в личку пишут там всякие вопросы и благодарности. А я теперь каждому пишу, а ты ставь в Ютуб этот вопрос. А зачем, спрашивают. Ну потому что там Ютуб такой принцип. А я там бы мог и ответить, особенно на ликбезе. Вот на ликбез пусть все выходят. Ещё раз повторяюсь и повторяюсь. Одно и то же. Потому что звонками меня постоянно заставляют заниматься нитьем. Это они могли бы посмотреть вот так вот в ролике. Подобрать себе приём. А сам процесс перебора этих приёмов. Одну минутку проверяешь приём, подходит тебе или нет. А сам процесс их перебора развивает у тебя. Стрессоустойчивость, креативность развивает у тебя психоэмоциональный баланс. Чтоб ты быстрее приводил себя в порядок от всякого стресса. Чтоб ты мог себя восстанавливать. Вот посмотрите прошлый ролик. Там у меня про помощь и Еревану, и для тех, кто живёт в деревне. Где не могут получить какую-то помощь психологическую, психотерапевтическую. Посмотрите, посмотрите этот ролик, кто не смотрел. Это же очень важно. Очень важно сегодня сохранить себя и реализовать себя в этих сложных условиях, где столько патентов сейчас там оказывается были сделаны давно. для того, чтобы мочь, мочь в этой, так сказать, войне биологическо-информационной, с помощью которой хотят нас всех расчеловечить. Столько патентов было сделано, чтобы влиять на нас через частотные воздействия, через всякие там картинки, рисунки. Да-да-да-да. И наши дети тоже под это попадают. Поэтому пользуйтесь тем, что мы даём нашей школе чек будущего Homo Futurus. Пользуйтесь, пока это есть, пока это возможно. Видите, как я аккуратно разговариваю, чтобы наш канал не отключить. Ну вот. Итак, сделаем сказку Белью. Друзья, всё будет хорошо, когда мы все вместе. Вот это одно условие, единственное. Все вместе мы сила. Человеки-то такой способностью обладают. Любовь, сопереживание, сотрудничество, совместное созидание. Не только выживание, а выживать можно только через развитие. Поэтому пользуйтесь тем, что мы даём. До встречи, друзья. До встречи.